Согласно бюджетному кодексу Украины, закону Украины о местном самоуправлении Украины, о государственном бюджете Украины на 2015 год, решение областного совета об областном бюджете на 2015 год, также на основании прогнозных показателей экономического и социального развития города на 2015 год, данных статистической финансовой отчетности, оценки исполнения бюджета за предыдущие годы, расчетов отраслевых управлений и отделов городского совета, предлагается установить общий объем доходов городского бюджета на 2015 год в сумме 513,7 млн грн, в том числе субвенции на образование 95,9 млн, субвенции на медицину 90,8 млн, дополнительные дотации из областного бюджета на содержание центра социальной и психологической реабилитации детей 1,6 млн грн, субвенции из Красного Льмана на расходы по охране здоровья 73,7 млн, субвенции из государственного бюджета местным бюджетом на программу социальной защиты населения 205,5 млн грн, объем дохода общего фонда городского бюджета определить в сумме 504,1 млн грн, специального фонда городского бюджета в сумме 9,6 млн грн, в том числе бюджет развития в сумме 1,392 млн, утвердить общий объем расходов городского бюджета на 2015 год в сумме 508,6 млн грн, в том числе объем расходов общего фонда бюджета в сумме 498,4 млн грн и расходов специального фонда бюджета в сумме 10,3 млн грн, в том числе бюджет развития в сумме 2,060 млн грн. Установить профицит общего фонда городского бюджета в сумме 5,7 млн грн, направлением использования которого определить передачу средств из общего фонда городского бюджета в специальный фонд городского бюджета, установить дефицит специального фонда городского бюджета в сумме 5,7 млн грн, источником покрытия которого определить поступление средств из общего фонда городского бюджета в специальный фонд городского бюджета. Предусмотреть в 2015 году, согласно пункту 15 ст. 17 Бюджетного кодекса Украины, выделение средств на выполнение гарантийных обязательств по платежам, срок уплаты которых наступает в соответствующем бюджетном периоде в сумме 5,1 млн грн. Согласно приложению, определить оборотный кассовый остаток бюджетных средств городского бюджета в сумме 500 тыс. грн. Учесть объем межбюджетных трансфертов, согласно приложениям к настоящему решению на 2015 год, это субвенции из государственного бюджета местным бюджетом в сумме 205,5 млн грн. по программе социальной защиты населения. Установить, что на 2015 год расходы из городского бюджета города Славянска осуществляются в соответствии с требованиями ст. 71.89.91 Бюджетного кодекса Украины и Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2015 год. Установить, что в 2015 году к доходам общего фонда городского бюджета зачисляются 60% налога на доходы физических лиц, которые выплачиваются на территории города Славянска-Святогорска-Николаевки. Другие поступления предусмотрены статьями 64 Бюджетного кодекса Украины. В доход специального фонда городского бюджета зачисляются налоги им поступления согласно ст. 69 Бюджетного кодекса Украины. Средства специального фонда городского бюджета расходуются на мероприятия, предусмотренные решением сессии городского совета и в соответствии с действующим законодательством. Утвердить на 2015 год перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств бюджета развития согласно приложениям. С защищенными статьями городского бюджета определяются расходы общего фонда, предусмотренные статьями 55 Бюджетного кодекса Украины. Это оплата труда работников бюджетных учреждений, начисление на заработную плату, приобретение медикаментов, перевязочных материалов, обеспечение продуктами питания, оплата коммунальных услуг, энергоносителей, текущие трансферты населению, текущие трансферты местным бюджетам. Утвердить на 2015 год резервный фонд городского бюджета в сумме 100 тысяч гривен. Расходы нефтейс резервного фонда осуществляют в соответствии со статьями 24 Бюджетного кодекса Украины и порядка использования средств резервного фонда бюджета, утвержденного постановлением Кабинета Минской Украины, номер 415. Утвердить в составе расходов городского бюджета средства на реализацию программы экономического и социального развития города на 2015 год в сумме 1 миллион 500 тысяч гривен. Утвердить в составе городского бюджета по общему фонду бюджета расходы на программу приватизации объектов коммунальной собственности территориальной громады города Славянска и программу проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество коммунальной собственности в 2015 году в сумме 100 тысяч гривен. Поручить исполнительному комитету городского совета подготовить и предоставить на рассмотрение городского совета распределение средств, предусмотренных в бюджете, на выполнение программы социально-экономического развития в сумме 1,5 миллиона гривен, перечень объектов и программ, финансирование которых будет проведено за счет остатка средств бюджета развития. Установить, что финансирование расходов городского бюджета осуществляется в пределах фактических поступлений доходов с применением режима экономии. Распорядители средств городского бюджета имеют право брать обязательства на осуществление расходов только в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных им на 2015 год, учитывая необходимость выполнения обязательств прошлых лет, взятых на учет органами государственного казначейства Украины. Руководители бюджетных учреждений содержат численность работников и осуществляют фактические расходы на заработную плату, включая расходы на премии и другие виды поощрений или вознаграждений, материальную помощь только в пределах фонда заработной платы, утвержденных в сметах на содержание бюджетных учреждений. 1. Предоставить право городскому голове в случае отсутствия исполняющему обязанности городского головы, в случае отсутствия исполняющего обязанности городского головы, исполнительному комитету СССР в миссионный период принимать распоряжение и решение с последующим утверждением городским советам. 2. О перераспределении ассигнований между направлениями расходов по функциональным экономическим признакам и главным распорядителям бюджетных средств. 3. Об учете в составе городского бюджета и определении направлений дальнейшего использования, распределении и перераспределении субвенций, трансфертов из государственного областного и других городских бюджетов, выделяемых городу на основании законодательных и нормативных актов. 4. Финансовому управлению СССР предоставить право на получение займов на покрытие временных кассовых разрывов городского бюджета в соответствии с частью 5 статьи 43 Бюджетного кодекса Украины. 5. Осуществлять в пределах текущего бюджетного периода на конкурсной основе размещение временно свободных средств местного бюджета на депозитах с последующим возвращением таких средств до конца текущего бюджетного периода в порядке определенным Кабинетом Министра Украины. 6. Главным распорядителем СССР обеспечить упорядочение расходов, осуществляемых за счет бюджетных средств с приведением показателей по сети штатам и контингенту учреждений и организаций в соответствии с бюджетными назначениями, предусмотренными на их содержание в 2015 году. 7. Предусмотреть сметок доходов и расходов бюджетных учреждений в полном объеме. 8. Средства на оплату труда работников бюджетных учреждений в соответствии с установленными действующим законодательством, условиями оплаты труда и размерами минимальной заработной платы. 9. На проведение расчетов за электрическую, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, природный газ, потребляемые бюджетными учреждениями, услуги связи, не допуская просроченной задолженности за предоставленные услуги. 10. Утвердить обоснованные лимиты потребления тепловой энергии, электрической энергии, природного газа, водоснабжения, водоотведения на 2015 год физических объемов по каждому бюджетному учреждению в пределах утвержденных плановых назначений. 11. Брать обязательства по специальному фонду бюджета исключительно в пределах соответствующих юридическим поступлениям в специальный фонд. 12. Обязательства, взятые распорядителями бюджетных средств без соответствующих бюджетных ассигнований, не считаются бюджетными обязательствами и не подлежат оплате за счет бюджетных средств. 13. Принятие таких обязательств является бюджетным правонарушением. 14. Осуществлять расходы по незащищенным статьям бюджета в пределах имеющихся ресурсов без увеличения объема кредиторской задолженности. 15. Принимать действующие меры для ликвидации просроченной кредиторской задолженности. 16. Обеспечить увеличение поступлений в специальные фонды бюджета по собственным поступлениям подведомственных учреждений за счет предоставления платных услуг по перечню определенным действующим законодательствам Украины. 16. Исполняющим обязанностям городского головы, отделам исполкома городского совета, городским головам города Святогорска, Николаевки, государственному предприятию Донецкая железная дорога до 1 апреля 2015 года обеспечить в установленном порядке передачу принятия сети бюджетных учреждений в соответствии с требованием бюджетного кодекса Украины на 2015 год. Приложение к данному решению является неотъемлемой частью. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. Бюджет 2015 года характеризуется тем, что введены вместо дотации выравнивание субвенции на образование, на медицину. Это не позволяет нам уже в ручном режиме регулировать дополнительное выделение средств на эти отрасли. Но субвенции же на уровне? Субвенции на уровне, субвенции покрывают, да, затратные части, в части заработной платы, энергоносителей и прочих расходов. Но дополнительно мы уже не можем выделять на это средства. Также по отношению к 2014 году изменен бюджет развития. То есть бюджет развития формировался за счет единого налога, который составлял порядка 15 миллионов у нас в прошлом году. В этом году единый налог перенесен в общий фонд бюджета. Поэтому он сократился практически в 10 раз. То есть сейчас он составляет миллион триста. Вот такие изменения основные, которые у нас произошли. Исчезли корзины. Нету сейчас первой и второй корзины, которые в 2014 году формировали бюджет. Вот сейчас есть два фонда. Это общий фонд и специальный фонд, в том числе бюджет развития. То есть это специальные фонды бюджетных учреждений, бюджет развития в том числе. Введены еще новые виды налогов, по которым базовых данных у нас нет. Мы просчитать не можем. Сколько мы будем иметь доходной части от этих видов налогов. Но я думаю так к концу первого квартала или в полугодии уже ситуация эта разъяснится. Будут изданы нормативные документы, которые будут регламентировать эти виды налогов. Это налог на имущество, как вы знаете, налог на транспорт и пенсионные заталиваются там.